На острове Русский обнаружена окаменелость Ихтиозавра, который жил на земле около 247 миллионов лет назад. Возможно, это один из древнейших морских ящеров Триасового периода, найденный на территории России. Первооткрывателем уникального палеонтологического объекта стал 7-летний Дима Сиренко. Мальчик только пошел в школу, но уже разбирается в древних ящерах. Дима – участник проекта «Наука в путешествии. Приморье», который объединяет жителей края и ученых. На протяжении нескольких лет семейный отряд «Сирены» изучал побережье Приморского края в надежде найти скелет доисторического существа. Я все время смотрю всякие камни, спрашиваю мамы, может это скелет динозавра, ну кусок. К определению необычной находки привлекли специалистов со всей страны. Одними из первых на место прибыли ученые из Благовещенска, отец и сын Болоцкие. Старший Болоцкий Юрий Леонидович – легенда не только отечественной, но и мировой палеонтологии. Что вот там, вроде туда они уходят, вот где вот наша правая рука. Нет, вот повыше вот. Я так думаю, что там, может быть, жатыло там будет. Ученые определили, что ихтиозавр лежит на правом боку. На камне отчетливо просматриваются ребра, уходящие в породу. И, похоже, сохранился позвоночный столб доисторического ящера. Палеонтологи надеются, что внутри найденной плиты сохранились другие части окаменевшего животного. Интрига-то до сих пор сохраняется, есть ли там остатки черепа. Именно в этой плите? Да, в этой плите, ну так, вроде как, может быть, затылочная часть, если там сам рост, носик у него может быть отломан, вот, то может быть затылок там. Вот это было бы, конечно, высший класс чистая игра. Если это окажется то, что мы думаем, что это тропический такой ихтиозавр, который жил в тропическом море, очень своеобразный, он дурафахный, не то, что мысли дурак, а то, что он давил раковины, это вот способ питания, видимо, питался малюшками. В полевых условиях ученые сделали предварительный анализ находки и подготовили плиту с ископаемым для транспортировки. Окаменелость перевезена в Приморский океанариум, где будут проводиться дальнейшие исследования. Впереди ученых ждет большая работа. Необходимо слой за слоем разобрать плиту, чтобы узнать, есть ли внутри черепная коробка и определить вид ихтиозавра.